Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Девочка 23 года, замужем, отношения с мужем замечательные, детей нет. Полгода назад я познакомилась с молодым человеком. После общения 3-4 месяца появилась взаимная симпатия. Он жена и жена беременны на 6 месяцев. Несмотря на всю абсурдность ситуации, мы встретились. Две недели жили вместе, естественно, в тайне от супругов. После разъезда чувствую себя ужалтно, появились панические атаки, вспоминаю его голос, прикосновения, начинаю плакать очень тяжело. До того, как мы встретились, такого не было. Самое худшее, появилось отращение к мужу и всему, что происходит вокруг. Хочется вернуться к тому человеку, у него по словам что-то подобное, но вижу ему легче намного. По крайней мере, общение с женой не изменилось. Я не понимаю, как выйти из этого состояния, очень плохо и физически, и психологически. Словил себя на мысли, что хочу иметь будущее, с ним жить вместе, иметь детей, ну в общем быть. Сколько раз пыталась плянуть на себя, как раньше, не получается. Все время думаю о том молодом человеке. Проблема в том, что он не может бросить семью, жена беременна. Я бы рада была перестать чувствовать подобное, вернуться в свою колею к мужу, к своему быту, но как это сделать, не знаю. В голове вернуться лишь мысль о будущем с тем человеком. Желание огромное, адекватно расценить ситуацию, понимая, что нам это не нужно обои. Хотя даже тут противоречено, было хорошо вместе и обо всем. Увлечение, интересы, готовки, абсолютно все как пазл. Пожалуйста, помогите разобраться. Ну, если говорить как-то вот глобально, да, то здесь две, наверное, ключевые вещи. Первое, это то, что вы, скорее всего, уже не вернетесь к своему состоянию, которое у вас было. Вот, потому что вы заметили изменения, которые у вас произошли, вы заметили перемены, которые у вас, ну, вот, были. И, соответственно, на мой взгляд, я думаю, я думаю, что вам здесь нужно двигаться, в этом смысле, вперед. То есть, ну, признать. Признать, что вы, что вы изменились, признать, что вы стали, ну, другой, что вы, наверное, всегда были другой, просто вот, ну, не замечали этого, вот. И то, что происходит, это вот как раз процесс ваших перемен. Другой вопрос, что новую себя, новую сторону себя, признать будет нелегко. Особенно, если учесть, что у вас это, судя по всему, связано непосредственно только с человеком. Вот. Так что я думаю, что то, что происходит, это в какой-то степени вызов. Вызов, вызов вам, вот, вызов, вот, вашей, скажем так, личности, вот. И вызов для того, чтобы признать, увидеть, может быть, какая вы. Дальше, вы пишите о том, вот, по большому, ну, по большому счету, что вас тянет к человеку. Вот. И, на мой взгляд, важно понять, что именно вас так сильно, ну, притягивает. Вы, понимаете, да? Вот. То есть, необходимо увидеть, что конкретно вас тянет к человеку. Что конкретно вас привлекает. Вот. Необходимо это увидеть, увидеть. Необходимо в этом разобраться, потому что сейчас вы демонстрируете то, что не отдаете себе отчет в том, чего хотите. То есть, просто говорите, что вас тянет, просто говорите, что вам, ну, как бы, хочется быть с ним, вот. Но вы говорите о будущем. Вы говорите о будущем с этим человеком так, как будто вам хочется почувствовать себя защищённым. На мой взгляд, если ваша потребность в защищённости, в стабильности, в уверенности в себе действительно есть, то вот с этим и нужно, на этом, ну, нужно работать с этим, как мне кажется. И разбираться с этим. Следующий момент. Это отношения с мужем. Совершенно понятно, что... Если бы они были бы идеальными, то ничего бы такого не произошло. Среди того, что вы описываете. А раз что-то такое произошло, то не такие они идеальны. Но вы, опять же... Здесь игнорируйте свою потребностную... Эм... 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 Ну, потребностную сферу. Эм... 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 Сфер. Вот. Игнорируйте то, что вы чувствуете. Игнорируйте то, что вы хотите. Вот. Эм... Эм... Следующий аспект, следующий аспект, это аспект, как бы, вашей собственной реализации, да, то есть, вот вы, как будто бы, на мой взгляд, значит, ну, предполагаете, тянетесь к картинке, которую себе, вероятно, сами рисуете, то есть, желание построить идеальные отношения, желание построить идеальную семью и так далее. Если это правда, то, конечно, это вас будет снова и снова возвращать куда-то вот в, ну, в чувство несчастья, к сожалению, вот. Вот как-то так, такая история. То есть, понимаете, я хочу иметь будущее с ним, вот ключевой момент, хочу иметь будущее с ним, это значит, что без него у меня будущего, как будто бы, нет. Это, я бы сказал, тревожный достаточно аспект, на который вам имеет смысл обратить свое внимание. На этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Продолжение следует...